Русская народная сказка «Волк и коза» читает Павел Беседин. Жила-была коза, сделала себе в лесу избушку и нарожала деток. Часто уходила коза в бор искать корму. Как только уйдет, козлятки запрут за ней избушку, а сами никуда не выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет. — Козлятушки, детушки, отопритесь, отомкнитесь, ваша мать пришла, молочка принесла. Бежит молочко по вымечке, извимечка на копыточка, с копыта на серую землю. Козлятки-то час отопрут двери и впустят мать. Она покормит их и опять уйдет в бор. А козлятки запрутся крепко-накрепко. Волк все это и подслушал, выждал время, и только коза в бор, он подошел к избушке и закричал своим толстым голосом. — Козлятушки, детушки, отопритесь, отомкнитесь, ваша мать пришла, молока принесла. А козлятки отвечают, слышим, слышим, не матушкин голосок, наша матушка поет тонким голоском. Волк ушел и спрятался. Вот приходит коза и стучится. — Козлятушки, детушки, отопритесь, отомкнитесь, ваша мать пришла, молока принесла. Бежит молочко по вымечке, извимечка на копыточка, с копыточка на серую землю. Козлятки впустили мать и рассказали ей, как приходил к ним бюрюк и хотел их съесть. Коза накормила их и, уходя в бор, строго-настрого наказала. Коли придет кто к избушке и станет просить толстым голосом, то того ни за что не впускать. Только что ушла коза, волк прибежал к избушке, постучал и начал причитать тоненьким голоском. — Козлятушки, детушки, отопритесь, ваша мать пришла, молока принесла. Бежит молочко по вымечке, извимечка на копыточка. Козлятки не признали волчьего голоса и отперли двери. Волк вбежал в избу, разинул свою широкую пасть и бросился на бедняжек. Что не схватит, то проглотит. Всех поел. Уцелел только один козленочек. И тот в печь забился. Приходит коза. Сколько не причитала, никто ей не отзывается. Подошла поближе к дверям и видит, что они отворены в избу. А там все пусто. Заглянула в печь и нашла одного козленочка. Как узнала коза о своей беде, села она на лавку, начала горько плакать и причитать. — Ох вы, детушки мои, козлятушки! На что отпирались, отворялись, злому волку доставались. Услышал это волк, входит в избушку и говорит козе. — Эх, кума, кума, что ты на меня грешишь? Неужели таки я сделаю эту? Пойдем-ка в лес погуляем. — Нет, кум. Не до гуляния мне. — Пойдем, — уговаривал волк. Пошли они в лес, нашли яму. А в той яме разбойники кашицу недавно варили и оставалось в ней еще довольно горячих уголев. Коза говорит волку. — Кум, давай попробуем, кто перепрыгнет через эту яму. Стали прыгать. Волк прыгнул и ввалился в горячую яму. Брюхо у него от огня лопнуло, и козлята выбежали оттуда. Да прыг к матери. И стали они жить-поживать, ума наживать. А лихо избавить, избывать от них стало. Уменьшаться, то есть лихо. Вот и сказке конец, а кто слушал, молодец.